Кремль снова нагло врет о федеральном бюджете России. Точнее, о масштабах дефицита бюджета. При небольшой ловкости рук я вам могу надуть какие угодно доходы. А надувая доходы, я вам могу рассказать о каком угодно дефиците. Министр финансов страны-изгоя Антон Силуанов всерьез заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году лишь немного превысит 1% ВВП. Серьезные эксперты на это отреагировали весьма скептически. Вероятно, показатель этот назван на пустом месте. И его легко подтвердить, ведь вся российская статистика либо засекречена, либо выдумана Кремлем. Сказать, что у нас профицит, это же вообще было бы стыдно. Ну, экономический мир бы просто ржал бы с ума сходя. А 1% дефицита, это ну вот как бы... Максимально допустимый Евросоюзе это 3%. То есть это очень красивый дефицит. Хотя я думаю, что фактически дефицит намного больше. Ключевые бюджета, формирующие секторы российской экономики в страшном упадке. Четыре месяца подряд в целом промышленность России стоит на месте. Стагнирует, так называется, язык экономиста. То есть ВПК растет, а гражданский падает. И в среднем примерно где-то около нуля получается. Даже обход санкционного потолка цен с некоторыми покупателями российской нефти не меняет того, что потолок цен в 60 долларов действует для большинства сделок. Тем более Соединенные Штаты Америки включились в ужесточение мер по этому виду санкций. И уже ввели ограничения для компаний, которые помогли Кремлю обходить санкции. 80% российской нефти продается за юани и рупии. Это те валюты, которые формально числятся в качестве дохода российских компаний. Но реально использовать их невозможно. Особенно рупии. После того, как Путин решил заморозить Европу, Россия безвозвратно потеряла ключевой для нее европейский рынок. Все это говорит о том, что реальный дефицит российского бюджета катастрофический. На бумаге я вам нарисую все, что угодно. На бумаге у вас будет самая счастливая страна в мире. С экономической точки зрения. Но врать о бюджете Кремль продолжит и в следующем году. Ведь уже начал подтасовывать доходы в 2024 году. Нарисовали. 1,6 трлн. неизведомо откуда в доходах бюджет на 2024 год. Это значит, что уже идет подтасовка. Денег нет, но надо изобразить президенту красивый бюджет, чтобы он красиво пошел на выборы. Напомним, что Путин запланировал 25-процентное увеличение расходов на войну на следующий год. Хотя уже в этом году доходы не покрывали путинские кровавые хотелки. Россияне собираются потратить на войну 125 миллиардов долларов. Это 10,6-10,8 трлн. рублей. У них фонд благосостояния на сегодняшний момент 8 трлн. Это все, что накапливалось в качестве профицита от торговли нефтью и газом на протяжении 7 лет. Это означает только одно. Следующий год не сулит гражданам страны-агрессора ничего хорошего. Кремль изо всех сил будет сдерживать экономическую катастрофу аж до самых выборов. Ну а после россияне почувствуют все ее последствия. Чтобы поддерживать военный потенциал, придется наращивать налоги на население и отнимать деньги у населения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова